Добрый день, это программа Paradox, я Степан Демура, телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, задайте вопросы или пишите на finam.fm. Сегодня мы будем говорить о экономическом планировании и о том замечательном экономическом плане, который подготовило правительство на 2014 год, насколько он оптимистичен, вернее, насколько он реалистичен, и вообще, как делается экономическое планирование, особенно долгосрочный срок. И поговорим мы об этом с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным, первым замдиректором Института экономики РАН и завкафедрой макроэкономического регулирования финансового университета при правительстве России. Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. Добрый день. Ну, на самом деле, передачу я хотел бы начать с того, что хотел бы вас поблагодарить за одну очень интересную книжку, которую вы в одном из своих интервью упомянули. Это книга Ивана Тихоновича Пасашкова, которая была даже не издана, а послана Петру Первому в 1724 году, насколько я понимаю. Издана была через 118 лет в количестве 300 экземпляров. Да, и книга называется «О скудости и богатстве». Да, и еще одну работу упомянули, это, по-моему, Крижанич, да? Юрий Крижанич, 1663 год. Называется «Политика». Точно. И оба этих автора говорили о том, что государство должно запретить вывозить из России материалы, то есть сырье, а нужно вывозить готовую продукцию. Точно. Поразительные книги, практически перекликается, насколько я понимаю, с Адамом Смитом где-то. Ну, по-моему, у Пасашкова, посмотрел, у него была очень непонятная история. В 1825 году он, по-моему, был арестован в июне по секретному делу какому-то. Ну, да, он был арестован, а его судьбе дальнейшей нам ничего не известно, кроме записи в архивах тогдашних спецслужб, что сидит по особо секретному делу. Рукопись нашли через 118 лет. Вам не кажется, что вот эти, и ведь, по-моему, Крижанич тоже сидел, отбывал сыпы в Тобольске? А Крижанич писал свою книгу «Политику», находясь в Тобольске, по обвинению, что он западноевропейский шпион. Ну, странно, ведь на самом деле здесь сразу возникает теория заговора. Если следовать той логике, что, возможно, Иван Калита был темплиером, и эти люди писали о том, как сделать Россию, скажем, богаче и более эффективной, то, наверное, люди, которые были в окружении Петра, отслеживали все это дело и тут же его посадили. Ну, откровенно говоря, эти вещи, политологические вещи, они за пределами экономической науки, поэтому я тут могу рассуждать как обыватель, а я думаю, вряд ли мне не обыватель интересен нашим слушателям. Ну, наши слушатели бы, естественно, обыватели. Нет, я... Ну, они хотят, наверное, мне не специалисты послушать, а я специалист, более-менее специалист в области экономики, но не политологии. То есть, в теории заговора вы не верите? Понимаете, я не умею верить или не верить. Вот, когда меня спрашивают о моем отношении к религии, почему ты не веришь? Жена меня часто спрашивает, вот как ты не можешь? Понимаешь, я работаю в науке, а наука приучает мыслить в категории знаю-не знаю, верить-не верить, я не умею мыслить в этих категориях, поэтому я говорю, не знаю. Нет, ну вы же тоже делаете прогнозы, верите в светлое будущее. Нет, прогнозы мы делаем только в области экономики. Вот как раз об этом хотелось бы... И мы не верим, а надеемся на свое будущее. Ну, когда сыну твоему 14,5 лет, то ты просто обязан быть оптимистом. Я себе в данном случае. Ну, если да, посмотреть вокруг, то приходится быть оптимистом. Нет, я просто из-за сына. Ну, в общем-то, если так вот разобраться, то, насколько я понимаю, в этих книгах была описана ситуация, которая была в стране, и ситуация, которая есть сейчас, я имею в виду структуру экономики, практически ничего не изменилось. А вот причины какие? Все темплиеры нам стят, никак не могут разобраться с нами. Вы знаете, в общем-то, о причинах, ну, можно высказать гипотезы, потому что действительно можно от теории заговора, так сказать, до каких-то других. Но я высказываю гипотезу, как экономист. Понимаете, кто должен менять структуру экономики? Тот, кто осуществляет непосредственно практическую деятельность в области экономики. А ведь это не государь. Это конкретные предприниматели, осуществляющие практическую деятельность. И вот, в частности, вот те примеры, о которых вы говорили, а ведь дальше ничего не изменялось. То есть, скажем, ну вот, первая промышленная революция, ну, чтобы было вывозить готовую продукцию, надо иметь обрабатывающую промышленность. Вот первая промышленная революция, с чего началась индустриализация, все помнят это, со школьных курсов, со школьных, прошу прощения, учебников, изобретение этого самого парового двигателя и так далее. Значит, в тех же школьных учебниках написано, что первый паровой двигатель был изобретен в России. Я имею в виду, точнее так, такой паровой двигатель, который мог использоваться для любого вида работ. Раньше был в Англии двигатель, который Нью-Кеннона, кажется, так фамилия звучит, который можно было использовать для откачки воды из шахт. А вот универсальный был в России Ползунов. Ползунова изобрел на алтайских заводах, он послал Екатерине, оттуда указ. Ползунова награждают, денежные премии вызывают в Петербург для избрания в Императорскую академию наук. Начальству предписывают создать эту машину, начальство строит под руководством Ползунова. Машина построена, за полгода работа дает, не только себя отбивает, как говорится, вложения, но и приносит по тем временам сумасшедшую прибыль, 18 тысяч, а потом ломается. Котел потек, Ползунов умер. Починить было некому. Машину выбросили на свалку. Первый вот такой универсальный паровой двигатель, Джеймс Уатт, запатентовал 20 лет спустя. Через 5 лет в Англии работало 5000 двигателей, еще через 5 лет 10 тысяч и так далее. Началась первая промышленная революция. Вот видите, вот так произошло в Англии и так произошло в России. Вроде государь поддержал все, а предпринимателям почему-то это было неинтересно. А почему? Как вы считаете? Вот именно как я считаю, ладно? Вы знаете, я вижу две причины. Ну, в порядке гипотезы, две причины. Вот я хочу напомнить нашим слушателям картину, которую они видели, тоже начиная с того момента, когда в школе учились. Картина Репина «Бурлаки на волке». Вот если посмотреть на эту картину, вспомнить, то надо вспомнить, что в правом верхнем углу нарисован на реке маленький, едва заметный пароходик с дымящейся трубой. То есть, оказывается, пароходики с паровыми двигателями были уже. А на переднем плане, вот эти «Бурлаки» на «Волге», ну, можно Гелеровскую почитать и так далее, да? Возникает вопрос, а почему предприниматель не поставил вот эту самую паровую машину сюда, вместо этих «Бурлаков»? Может быть, они просто дешевле были? О, вы точно сказали. Бедность, ну, это азбука экономической науки, бедность — это враг технического прогресса. Для экономической науки азбука во всех учебниках это пределы применения машин. Вытесняемая рабочая сила должна быть суммарно, в расчете на единицу продукции обходиться дороже, чем машина. В расчете на единицу продукции. Почему США были всегда технологически передовой державой? Это страна иммигрантов, и поэтому там всегда не хватало рабочих рук, и она была очень дорогая, поэтому там было выгодно водить, и они пошли вперед. В России исторически, вот вы вспомнили по Сашкову, который писал о том, что недачей полного кормления русскому рабочему человеку тем самым не дают размножиться доброму художеству. Напомню, в те времена добрым художеством называлась ремесленная промышленная деятельность. Современным языком не дают размножиться инновациям. Начиная со времен Пасашкова, кончая всеми последующими годами, я могу привести цитат, и не надо рассказывать сказки о том, как прекрасно жил русский народ при царе-батюшке. А там что цитаты? Немцы потребляли в хлеба в два раза больше, чем... Да даже не в этом, что они больше потребляли, но когда я могу привести цитаты самих родственников ближайших царя, которые писали, что не мог быть в России хороший экономический рост, в условиях, когда рабочий люд жил в нищете и прочее. И, начиная потом, уже советская власть, потому что, да, был энтузиазм, но этот энтузиазм был, кстати говоря, у голодных людей. Это блестяще, что было энтузиазм. Люди верили, но был еще и ГУЛАГ, бесплатный труд. Вспомните срезание расценков при советской власти, ну, новочеркасские события, от чего рабочие пошли, видимо, уже довели, правильно? Ну, а сегодняшний день, к сожалению, при формальных показателях борьбы с бедностью, хороших... Формальных? Формальных. Ну, потому что формальный выглядит так. В 2000 году у нас было там 30% за чертой бедности, сейчас там около 13%. Смотря, как его определять, и смотря, кто считает. Да, 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 да. Но только в 2000 году уровень бедности, это был 50% от среднедушевого дохода, вот все, кто получал меньше. А сейчас уровень бедности считается, как 30% среднедушевого дохода. А если взять вот половину от среднедушевого, то, простите, как было 39%, нет, 29%. Как было 29%, так и осталось. Подвижек никаких нет. Да еще и нарастает разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Вот поэтому это первая причина. Ну, у нас, видимо, перерыв. И я расскажу о второй причине. Хорошо. Ну что ж, мы уходим, перерыв на новости. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы снова в эфире. Телефон студии 6510-996. Мы обсуждаем, скажем так, основы экономики и прогнозы нашей экономической правительства с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным, первым замдиректором Института экономики РАН. Дмитрий Евгеньевич, вот вы назвали одну причину, скажем так, из-за которой не происходит инновационное развитие. А вторая причина какая? Ну и вторая. Давайте вспомним. Ну а для чего предпринимателю технически совершенствовать, развивать свое производство? Собестоимость понижать, выгоду приобретать. Ну вообще говоря, это один из инструментов конкурентной борьбы. Это тоже экономической науке известно со времен, как говорится, библейских времен, с ее начала. Но только вспомним о том, что это одно из самых рискованных средств конкурентной борьбы. Как говорят, у предпринимателя есть три способа разориться. Это быстрый казино, это приятные женщины, это самые надежные нововведения. Ну и известна статистика, там один из пятидесяти из ста инноваторов становится Биллом Гейтсом, а остальные... Ну если мама сидит на борде IBM, то легко... Вот так, так, так. Так вот, понимаете, мы говорим предпринимателю, давай технически совершенствуем свое производство и при этом приводим такую статистику. Но это же одно из... А если у предпринимателя есть другие средства конкурентной борьбы, более дешевые, более надежные, и самое главное, менее рискованные, то, наверное, он их будет принимать. Конечно. Да, конечно. Все, больше ничего. За льготой будет потом отдельный разговор. Полное всевластие государева человека над предпринимателем. И для этого нужна государева крыша. Гоголь это что, придумал? Нет. Возьмем рубеж 19-20 века, когда Россия развивалась высокими темпами. Тогда собирается Российский союз промышленников-предпринимателей. Вот аналог нашего РСПП нынешнего принимает заявление, в котором говорится искусственный экономический рост. За счет чиновничного ручного управления. И прямо написано, власть и всевластие чиновника становится в экономической жизни просто невыносимой. Это российский предприниматель на рубеже 19-20 говорит. А сегодня что происходит? Дмитрий Евгеньевич, у нас есть телефонный звонок. Некто Владимир хочет высказаться. Владимир, добрый день, вы эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Ну вот слушаю, я очень давно слушаю вашу передачу в два часа. У меня просто сложилось такое мнение, что не ту страну назвали кондурасом, извините. Складывается такое мнение. Везде все плохо, все нехорошо, мы катимся неизвестно куда. К сожалению, вот такое общее мнение. Ну почему? Известно, куда мы катимся. Нет, ну я имею ввиду, известно, да, куда. Где дно только будет, неизвестно. Ну на рынке говорят, да, это дно, потом в него снижу постучали. Да, вы знаете, вот была такая, ну типа анекдота, вот, ходил, когда начиналась перестройка, я не знаю, слышали, не слышали. Сначала перестройка, потом перестрелка. Да, было дело. Потом перекличка добавили. А спустя еще несколько лет добавили перестук. Не, ну это уже слишком грустно, хотя все может быть. А почему нет? В нашей стране может все, что угодно быть. Да вы знаете, не думаю. Я не знаю, наверное, Дмитрий Евгеньевич тоже не согласится. Понимаете, мы уже, скажем так, на мой взгляд, получили глоток свежего воздуха и... Я могу еще раз сказать, когда встречаются две собаки и спрашивают одна другой, когда, как у вас там по поводу перестройки. Одна говорит, да вроде ничего, а другая говорит, да ничего, только миска дальше, а поводок короче. Алай сколько хочешь. Вот, извините, спасибо за внимание. Да нету что. Ну, я... Спасибо, конечно, за звонок. Человек, на мой взгляд, подошел, задал такое, сделал следующее наблюдение, что все сводится к вопросу, а что первично, экономика или политика, вот на ваш взгляд? Ну, в данном случае я абсолютно остаюсь сторонником известной фразы Владимира Ильича Ленина, политика не может не иметь первенства перед экономикой. Я напомню, что экономическую политику формирует государственная власть, а когда она формирует экономическую политику, она исходит из политических интересов. А какой политический интерес? Это, прежде всего, удержание власти. Это известно со времен Аристотеля. Но, с другой стороны, если, скажем так, происходит несоответствие, как учили нас, марксизм, ленинизм, производственных сил, производственных отношений... На своем примере знаем все. То производственные отношения меняются, и власть сметают. Да, да. Но единственное, что происходило в истории и России, и других странах... То есть, экономика первична, получается. В конечном счете. Да. В конечном счете. Дмитрий Евгеньевич... Ну, извините, я все-таки хочу сказать, немножко успокоить нашего слушателя. Ну, может быть, действительно, остается так и грустный. Ну, каков был вопрос, таков был и мой ответ. Но, вообще, если посмотреть на среднесрочный прогноз, до 2015 года сегодня действует прогноз, то он, в общем-то, достаточно спокойный. В частности, реально располагаемые денежные доходы населения, если по итогам 2012 года почти на треть оказались выше, чем в 1991 году. В начале нашего пути. Смотря как считать инфляцию, правильно? Нет, 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 я подчеркнул, реально располагаемые денежные доходы, то есть поправкой на инфляцию. Не номинальные, а реально располагаемые. А я и сказал, это смотря как считать инфляцию. Понимаете, в чем дело? Как бы ее не считать, но тренд-то все равно будет либо вверх, либо вниз, пускай не на треть, пускай на двадцать, но они растут. То они и к 2015 году будут примерно 150 процентов, и по тем прогнозам, которые сегодня, понятно, от чего зависят. Да, зависят от цен на наши сырьевые товары и прочее. Но, тем не менее, консенсус прогноза мировых аналитических агентов дают нам, по крайней мере, в среднесрочном периоде более-менее спокойную картину. Дмитрий Владимирович, сейчас мы об этом поговорим, просто когда вы говорили о двух причинах... Да, я не закончил вторую. Так вот, вторая. Есть другая, и я могу привести уже цитаты, начиная от наших сегодняшних предпринимателей, кончая министром экономики и, в конце концов, Владимир Владимировичем Путином, когда он говорит, что у нас все проблемы бизнес решает в кабинетах чиновников. Это всевласти осталось. Все. Вот вся, как говорится, конкурентная борьба идет там. Значит, надо убрать то, что мы, экономисты, это называем. Исторически в России сложилось, исторически, не сегодня, а государствование экономики. Борьба с этим явлением, она, устранение этого явления, это сверхсложная задача, имея в виду, что оно, подчеркиваю, не сегодняшним правительствам, исторически сложилось. Это отдельная проблема, и поэтому ожидать тут каких-то мгновенных результатов нет. Определенные подвижки, по крайней мере, артикулированные в этом направлении со стороны руководства страны, мы видим. Ну, будем смотреть, какие будут результаты. Нет, артикулированные, я подчеркиваю, артикулированные, то есть озвученные на вербальном уровне. Реальных действий пока мы видим мало. Но, как говорится, в начале было слово. Да, божье. Как вы относитесь, вот вы назвали две причины, но ведь если посмотреть на китайское экономическое чудо, как его называют, почему-то у них получается так, что предприниматели действительно занимаются инновациями. Сначала это были транснациональные корпорации, которые туда пришли, а теперь и сами китайцы, в силу своих возможностей. Чем, ведь если посмотреть, у них же практически ситуация и история такая же, как у нас. Почему там это сработало, а у нас получилось непонятно что? Ну, похожего, естественно, много. В то же время не всегда похожего. Ну, между социальной стройкой. Не забывайте, что Китай в основном это мононациональная страна. 90% это ханьцы, в конце концов. Да у нас 80 русских тоже, можно сказать. 80% у нас русских. Не 80%. Уже нет. Как моя супруга говорит, то, что наш сын наполовину армянин, я знаю точно, кто он на вторую половину, вас русских не поймешь. Это к слову. Так что, но речь идет и о следующем. Китай пока еще не инновационная держава. Да, у них серьезные подвижки. Да, они сейчас, скажем, на гражданское, если брать гражданскую продукцию высокотехнологичную, с Соединенными Штатами делят, как говорится, передовые позиции на мировых рынках. Уже со Штатами доля их совпоставима вполне. Но в целом страна пока развивается по экстенсивному пути за счет вовлечения все новых и новых рабочих рук. Китайское руководство это осознает, осознает, что с 15-го года в Китае начнет в силу демографических причин снажаться доля трудоспособного населения, предпринимает гигантские усилия, чтобы перейти то, что мы раньше называли на интенсивный путь развития за счет производительности, за счет эффективности расти, пока не очень получается. Поэтому все-таки основные успехи Китая, вот эти 8-9% роста, это экстенсивность за счет дополнительных ресурсов. То есть практически как у нас получается. Да. А у нас вот этого темпа нет, потому что ресурсы эти исчерпаны. Мы уже прошли и домографические, как говорится, возможности, и сырьевые возможности. Мы не можем наращивать больше. Ну почему? Таджикистан большой. Значит, по расчетам нашего Росстата, и я это вижу просто на реальном, как говорится, вещах, на сегодняшний день миграционный потенциал стран ближнего зарубежья исчерпан. Происходит простая замена. Не новые дворники приезжают, а те, кто был, уезжают, на их место приходят новые. Это я вижу по своему двору. То есть вы хотите сказать, что иммиграция... То есть практически у них исчерпан стран ближнего зарубежья, миграционный потенциал исчерпан. За счет чего тогда развиваться по экстенсивному пути? А вот в том-то и дело. Именно поэтому и сказано о том, 31 января этого года состоялось заседание правительства Российской Федерации, на котором рассматривали... А 31, я думал, 31 декабря. Января этого года состоялось заседание правительства Российской Федерации, на котором рассматривали основные направления и действия. Это было сказано о том, что у нас нет другого пути, кроме роста производительности и эффективности. И что нам нужна пятилетка эффективности и качества. Слушатели могут зайти на сайт правительства, посмотреть все это сказано в выступлениях Путина и Медведева. Как-то знакомо звучит. Да, очень знакомо звучит. Я тоже подумал, попросил, мне из библиотеки тут же принесли материалы 25-го съезда КПСС. Где в отчетном докладе ЦК ПКПСС, 1976 год, было сказано о том, что нет другого пути, нам нужна пятилетка эффективности и качества. Это оттуда. И после этого, по-моему, появился знак качества. Да, 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 совершенно верно. К концу 70-х годов он появился знак качества. То есть, вот эта проблема у нас стоит очень давно. Они не сегодня возникли. Мы потому и совершали радикальную реформу, шли на радикальную реформу в конце 80-х, потому что курс-то мы объявили верный, а механизмы, которые работали, не позволили его реализовать. И мы начали проигрывать экономическое соревнование, нужна была радикальная реформа, ее провели. К сожалению, мы не получили того результата. И даже то, что руководство это признает, уже хорошо. Нам придется прорываться на новости, не переключайтесь. Добрый день, мы снова в эфире. Телефон в студии 6510-99-6, код города 495. Звоните, пишите на финам.фм. Сегодня мы обсуждаем макроэкономические проблемы и тормоза, которые существуют в развитии российской экономики. С Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным, первым замдиректора Института экономики РАН. Дмитрий Евгеньевич, давайте продолжим. И заведующим финансового университета при правительстве России. То есть, вы знаете, как думают чиновники. Да. Вы их учите. В том числе и чиновников. Так вот, ну хорошо. А что тогда пытались сделать? Неужели вот в 76-м году уже перестройка была предрешена? Вернее, скажем так, тот путь, по которому он пойдет. Потому что, если почитать американцев, как они думали и что они планировали России, то есть Хьюстонский план, есть Гарвардский план. И там ведь буквально, если не ошибиться так, лет 45-50 уже все было прописано. А Бжезинский об этом говорил, Маргарет Тэтчер об этом говорила, что должно расстаться от России. Значит, я хочу сказать, ну, естественно, я не могу сказать, что думали те, кто, как говорится, непосредственно принимал решение руководства правительства, руководства правящей партии. За них я говорить не могу, я не состоял ни в правительстве, ни в руководстве правящей партии. Я знаю, что думали ученые. Проблема экономичная... Проблема в том, что решить эти проблемы, вот, эффективность, качество, перейти на развитие обрабатывающих отраслей, что решить их можно только, да, в самостоятельность предпринимательской деятельности. Ведь что такое был советский директор? Это был предприниматель, просто поставленный в особые условия хозяйственные. Но, по сути, это был предприниматель в определенных условиях хозяйства. Так вот, было уже где-то с первой половины 60-х годов в российской экономической науке сложилось мощное направление, их тогда называли рыночниками, которые говорили о том, без экономической самостоятельности предприятий, ну, так говорили предприятий, невозможно реализовать те цели, абсолютно правильные цели, которые и тогда, и сегодня мы ставим. Речь о... никто не спорит о целях. И вот реформа Косыгина в 65-й год, это, по сути, была такая попытка, одна из, потому что еще Хрущев в 50-х годах, как со внархозом шли, это проводил, очередная попытка придать хоть какую-то экономическую самостоятельность, уйти от командной экономики, от команды. Ну, к сожалению, не получилось. Не получилось, потому что проблема экономической самостоятельности упиралась в общую концепцию развития нашего общества, господства государственной собственности. Ираны... Потом попытки такие делались. И в 79-м году была реформа, и была... И опять она упиралась в противоречие общей концепции. Потом это было... И при Андропео была попытка, так называемый большой экономический эксперимент, крупномасштабный экономический эксперимент. Я помню, даже анекдот был. Селекционеры вывели новое яблоко. Андроповка вяжет не только язык, но и руки. Да. Странными методами они работали. Ну, я еще раз подчеркиваю, я говорю о крупномасштабном экономическом эксперименте, а не о тех, так сказать, административно-политических методах, которыми боролись за укрепление трудовой дисциплины. Просто поразительно, что эти методы сопутствовали этому эксперименту. Да. Ну... А вот... И, наконец, радикальная экономическая реформа. Я напомню, в 89-й год, когда был поставлен вопрос о радикальной реформе, и тогдашний директор Института экономики Академия Кабалкин, выступая в ноябре 89-го года на Всероссийской конференции, посвященной этой радикальной реформе, все руководство страны во главе с Горбачевым, сидит, говорит, нам нужна радикальность реформы в том, что мы должны затронуть святая святых отношения с собственностью. И тогда был поставлен вопрос, нужны не только государства, но же равноправие всех абсолютно форм собственности, таких и сяких, и, напомню, именно тогда создавались первые акционеры, когда Норильск-Никель-концерн создался, когда Газпром. В тех времена был создан. Только оказалось, что примитивно понятая простая приватизация, приватизацию провели. А разгосударствление не произошло, потому что отношения собственности, это не только юридические отношения, это целый комплекс социально-экономических отношений, все власти и чиновника осталось. И когда говорят предчиновнику, и когда говорят чиновнику, подпиши вот этот договор, это что? Чиновник подпишет... То есть чиновник, не чиновник, прошу прощения, а чиновник предпринимателю говорит, подпиши-ка вот этот договор, и это транслируется на всю страну. Да. Нет, ну, с другой стороны, это мог быть просто элементарный пиар-ход. Значит так, это пиар-ход, я согласен, я не ставлю под сомнение, что в данном конкретном случае нужно было заставить подписать это. Но он ложится лучше к кому. И что может быть нужно было именно сейчас против... Но вы выиграли тактически, стратегически вы проиграли, потому что это сигнал всем остальным чиновникам. И каждый из них будет сам понимать, в чем государев интерес. Дмитрий Евгеньевич, хорошо. Китаю, вы считаете, Китаю эта реформа удалась в конце 80-х? Да, она удалась, потому что, обратите внимание, вот почему я говорю удалась. У нас так, чтобы было хорошо потом, надо сейчас идти на непопулярные меры. Так это мы все знаем еще с тех самых 30-х годов. Сейчас затянем пояса, построим экономику, и потом наши будут жить лучше, веселее. Ну, почти как религия получается. А вот Китай, правда, пройдя через ужасы культурной революции, но потом, да, они еще далеко по жизненному уровню от нас отстают, потому что надо видеть не только, что происходит в Шанхае условно, или в Пекине. На берегу. Я Китай хорошо знаю, я работаю с Китаем, у меня друзья личные в Китае, я езжу по Китаю, вижу, знаю. И китайцы это тоже хорошо знают. Но вы понимаете, 20 с лишним лет, для демографа это поколение, выросло поколение, которое видит, каждый год чуть-чуть, но лучше, чем вчера, еще чуть-чуть, но лучше. Вы понимаете, другой психологический настрой у населения. Вот в этом смысле они удались реформой. А мы говорим, нет, сначала мы непопулярны. Почему Китай без этого мог обойтись? Ну, это надо изучать, надо смотреть, а мы сначала непопулярны. Но у нас же работали лондонские мальчики, а у них китайские мальчики. Ну, вот вы опять к заговору понимаете. А что, у нас своего ума, что ли, нет? Нет, ну как? Вы знаете, еще Витта писал. Великий Витта писал, его часто вспоминают. Ну, так я напомню, что до тех пор, пока мы не будем оперативать, операция на особенности русского грунта, будем идти, я цитирую дословно, на поводу всяких заграничных влияний, шарахаться от одного к другому, и ничего у нас не будет получаться. Каждая страна имеет свою национальную специфику. Это азбука вообще современной экономической науки. Существует понятие национальное экономическое поведение, и все это надо учитывать. В этом не только наука, но и искусство политиков. Ну, смотрите, но ведь сразу встает вопрос, в чем интерес политиков? В развитии страны, либо в следовании некоторым указаниям? Нет. Извне? Если речь идти о политике, тут я уж опираюсь на Аристотеля, и никто не ставил до сих пор под сомнение, политика это искусство борьбы за государственную власть. А завоевали удерживаться. Я студентам своим недавно поставил вопрос на первой встрече, у меня курс лекции об экономической политике, и я им послал вопрос, ребята, в чем цель экономической политики, в чем цель политиков? Ответ был однозначный, они даже не задумывались. Сохранить политическую власть, иначе он не политик. Дальше уже вопрос. Он использует экономические знания в этих интересах, они могут совпадать, могут не совпадать. В долгосрочном, поэтому мы различаем политиков и государственных деятелей. Последние мыслят за пределы выборного цикла. А у нас есть сейчас государственные деятели, на ваш взгляд? Я, безусловно, вижу, что у нас есть государственно мыслящие люди. Понятно. В этом я с вами согласен. Но почему-то они не принимают решения. Странно. Понимаете, в чем дело? Может быть, это просто мое суждение. Очень легко говорить о том, что вот надо устранить все власти и чиновников, для этого, может быть, там, как в Китае сажать, расстреливать и прочее. Я хочу напомнить. Разгосударствление будет означать, что десятки тысяч, а то, может быть, и сотни тысяч людей, чиновников, потеряют доход. Да. Огромный доход, да. А еще великий учитель политиков Маккиавелли в своей книге «Государь» писал, я цитирую дословно, «Люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества». Эту мысль много лет спустя повторил Карл Маркс, который в предисловии к первому изданию первого тома «Капитала» написал, «Великая англиканская церковь скорее простит нападки на 39 из 40 статей ее символа веры, чем на одну 39-ю часть ее денежного дохода. Столыпин, который мечтал увезти предпринимателя от всевластия чиновников, чтобы верховенство закона было, чем кончилось? Свои пристрелили, свои, чужими руками, но свои. Чем кончилась судьба Косыгина, который попытался это же, по сути, делать другими способами, в другой обстановке. Слава богу, не пристрелили. Поэтому надо понять, для того, чтобы это произойти, должны произойти общественные подвижки. Должно развиваться то, что мы скажем гражданскому обществу, от проблемы развития гражданского общества за пределами чисто экономических подходов, требуется индекрация обществоведческого знания. Я один не могу сказать, как это делать. Знаете, из того, что вы говорите, почему-то у меня остается впечатление, что подвижки могут начаться только, когда нефть, скажем, будет 30-40 долларов за баррель. Да. Чтобы было хорошо, надо, чтобы сначала было плохо. Да, все познается в сравнении. А как еще, понимаете? Ведь эта же система не будет реформироваться сама. Она будет реформироваться только тогда, когда станет ясно, что они могут потерять власть. Правильно? Да. Для этого должно что-то произойти. Вы правы. Ну вот, первое у нас торможение резкое, как ни странно, произошло в третьей пятилетке. Митрий Евгеньевич, можно мы телефон ознакомить? Да, конечно. Добрый день, Федор. Евгеньевич, отличная передача, очень интересно слушать. Спасибо. Как раз вы вскользь подходили к моему вопросу. А вы можете, в своем мнении, высказать о том, что вот уже 20 с небольшим лет у нас управление экономикой, по сути, захвачено чубасицами, кудринцами? Ну, лондонские мальчики их называют. Да, представители тех сил, которые, по сути, разрушают национальные государства в пользу какой-то глобальной бюрократии, по-разному можно называть. А, как я вижу, прекраснейшие умы из Академии наук, они просто отодвинуты в сторону, а государственные мыслящие люди просто задвинуты. Что вы по этому поводу думаете? Ну, я хочу сказать следующее. Первое. Вот проблема, вот часто говорят, ученые, вы стратегию какую-то можете предложить правительству? Ученые максимум, что могут сделать, на основе вариантов различных прогнозов, предложить некие концепции, сценарии. А проблема формирования стратегии – это крест и ответственность правительству, или, наоборот, ответственность и крест правительству. Потому что, вот проблема-то в чем? Правительство должно иметь весь возможный набор сценариев, предложенных разными научными школами. Оно не должно в этой связи допускать монополизацию доступа к уху государя только одной научной школы. Поэтому я хочу сказать, в науке никто не имеет права на абсолютную истину. Вот поэтому говорить, что там плохая, там вот те-то научные школы права, а мы не права, а вот мы правы – это неверно. Другой вопрос, что вот, к сожалению, произошла некая монополизация. Доступа к телу. Да, доступа к телу. К сожалению, и в нашей среде зачастую борьба идет не за истину, а за доступ к государю в уху. Это гранты, это деньги. Да, да, да. Я не хотел бы, вот, стараясь в этом не участвовать. Хорошо. Ну, тогда сразу так плавно перешли ко второму вопросу, который хотел бы с вами обсудить. Это качество экономических, макроэкономических прогнозов. И, скажем так, не столько даже качество прогнозирования, а то сбывается не или нет. Ну что ж, мы уходим на новостной перерыв. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, скоро вернемся. Мы снова в эфире, это я, Степан Демура, с Дмитрием Геевичем Сорокиным, первым замдиректор Института экономики Ирана и завкафетры макроэкономического регулирования финансового университета правительства России. Мы обсуждаем макроэкономические проблемы, которые стоят в России и пути их решения. Пока что пути не видно, на мой взгляд, к сожалению. Вот, наверное, люди плохо слушают или не совсем хорошо слушают и не понимают то, что вы сказали. Вот пришло интересное сообщение. Русских надо полуголодом держать, да кнутом прищелкивать, тогда и работать по уму начинают. Да. Ага, в течение года, может быть, полутора, а потом все это прекращается, как уже вам, по-моему, объяснили. Так вот, вернемся к теме, которая иногда меня интересует, поскольку приходится торговать на рынке. В свое время я читал много экономических прогнозов и думал, что фундаментальный анализ как-то важен для рынка, но потом... Технический анализ. Важен только технический анализ, как правильно заметили. Ну, дело в том, что в 90-е годы я работал на финансовых рынках, у меня даже аттестат на право работать с ценными бумагами было немножко, и в этом разбираюсь. Чуть-чуть. Да, самой малость, но вы сказали, главное, что люди, большинство трейдеров что-то не понимают, что фундаментальный анализ никакого отношения к динамике котировок не имеет. Вот, понимаете, сложилась такая ситуация поразительная в последние 10 лет, что любые макроэкономические прогнозы, будь то развитие мировой экономики, либо отдельных стран, которые делаются не только экономистами, но и центральными банками, они буквально сбываются наоборот, с точностью до наоборот. Вот, если я не ошибаюсь, в 11-м году, по-моему, счетная палата делала проверку мэр, и они тогда задали такой интересный вопрос, ребят, почему, если ваши прогнозы сбываются с точностью до наоборот, то на что мы тратим деньги? Это к тому, что, вот, хорошо, есть экспертное сообщество, пусть оно разделено даже на какие-то группировки, школы, группировки, разные школы. Какова цена их прогнозов, понимаете, особенно долгосрочных, скажем, на 5 лет, на 10 лет? Я понял. Ну, до 5 лет это считается среднесрочный прогноз, а вот свыше 5, там, к 10 годам это уже долгосрочный. Значит, я хочу сказать следующее. Вообще, серьезные экономисты очень, ну, мягко говоря, сдержанно относятся к прогнозам. Я не хочу быть голословным. Великий экономист 20-го века Джон Мейнард Кейнс, он писал, в долгосрочных прогнозах экономических верно только одно, что, к сожалению, все мы рано или поздно предстанем перед Всевышним. Не менее, тоже крупнейший экономист, тоже 20-го столетия, ближе ко второй половине, Гелбрайт, он прямо писал, что любые экономические прогнозы, они по определению неверны. Только одни не знают этого, а другие это знают и умело этим знанием пользуются. По отношению к тем, кто этого не понимает. Но, вы знаете, в то же время я могу привести и примеры исполняющихся прогнозов. Да, вы правы, вот сейчас счетная палата, сразу я не знал про этот эпизод, хотя что-то вроде слышал. Ну, неважно. А сейчас, да, там в Соединенных Штатах суд подали на эту фирму. СМП. Да, которая вот ты неправильно спрогнозировала, мы потеряли там и так далее. Ну, там не было неправильно прогнозировано, там была прямая монетарная заинтересованность агентства. Ну, а почему? Ведь прогнозы делают люди, почему вы не подозреваете, что они тоже в чем-то не могут быть заинтересованы лично? Я с этим... Это нормально. Вопрос-то сразу возникает в другом, хорошо. Ну, я хочу сказать, что есть исполняющиеся прогнозы. Вот пример исполнившегося десятилетнего прогноза. В 1990 году выходит книга Ергина и Густавсона западных экономистов, которая называется «Россия 20 лет спустя 4 сценария». Прежде всего, экономисты никогда не дают нормально один вариант. Они дают разный. Потому что прогноз, что если вы совершите такие-то действия, объект будет так-то. А если такие, будет так-то. Но они хотя бы должны давать некоторые реперные точки. Так вот, они дали 4 сценария. Четвертый сценарий назывался сценарий «Чудо». Я процитирую. Хотя в капиталистической России 2010 года, прогноз на 20 лет, будут процветать отдельные регионы, с передовой технологией, возможно, даже крупные. Страна в целом не будет отличаться ни богатством, ни эффективностью экономики. А ее развитие будет неравномерным как по отраслям, так и по регионам. Так будет даже при сценарии «Чудо». Чудо. Исполнился прогноз. Исполнился. Слава богу, что сценарий «Чудо» исполнился. А какой у них был пессимистический сценарий? Ой, не помню. Ну, в общем, вообще, а пессимистический. Я сейчас дам еще один прогноз, который дает руководство, политическое руководство нашей страны. Хочу сразу сказать, что мы в Институте экономики, да, я думаю, в целом, в секции экономики Российской Академии наук мы прогноз разделяем. Этот прогноз был озвучен 8 февраля 2008 года на расширенном заседании Государственного Совета Российской Федерации, на котором выступил тогдашний первосрочный, или нет, второй срок уже шел, да, нынешнего президента Владимира Путина. А Госсовет был посвящен задачи разработки стратегии развития России до 2020 года. Вот это знаменитая концепция 2020. Да-да. Так вот, там Владимир Владимирович подвел общий итог развития к 2008 году и дал стратегический прогноз. Я цитирую. Нам не удалось уйти от инерционного энергосырьевого сценария за прошедшие 10 лет. И это неизбежно ведет к росту зависимости России от импорта товара и технологий. Закрепление за нами сырьевого придатка мировой экономики в дальнейшем может повлечь за собой отставание от ведущих экономик, вытеснение нашей страны из числа мировых лидеров. «Следуя этому сценарию, мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни граждан, более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни ее нормального развития, подвергнем угрозе само ее существование. Говорю это без всякого преувеличения». Точки-кавычки, конец цитаты. Мы разделяем этот прогноз. «Если мы будем продолжать двигаться по этой траектории, вот это нас ожидает». Причем раньше, чем позже. Я хочу сказать так. В среднесрочном периоде, я думаю, до 2014-2015 года, действительно, конец прогноз дает нам спокойное состояние. А вот что будет дальше, к 2020 году, я лично переживаю не просто как гражданин, а еще раз говорю, как человек, у которого сыну 14 лет. У меня чуть моложе дети, но тоже. Тоже приходится. И сразу начинаешь думать, так где ориентировать, где жить. Я хочу, чтобы он жил в этой стране. Ориентирую парню. Я тоже. Пока. Думаю, правильное дело или нет. Да, приходится думать. Ну, а другой вариант прогноза. Если мы совершим некие действия, то, возможно, оптимистический сценарий. Да, оптимистическая опера. Станислав, добрый день. В эфире. Алло. Станислав. Слушай, да. Большое спасибо за вашу передачу. Очень острый вопрос. Спасибо. Вот вопрос такой возникает. У нас получилась очень такая жесткая вертикаль власти. И у нас, наша судьба нашей страны зависит, в принципе, от волевого решения одного человека. Куда он поведет, туда и пойдет страна. В данный момент у нас разрушено все образование, медицина, лесное хозяйство. Ну, куда они сунутся, потому что нас нигде не управляют профессионалы. У нас ставят, я не знаю, там продаются эти должности, не продаются. Ставят люди, которые, мягко говоря, не очень хорошо владеют ситуацией. Которые не стараются развивать это, взять даже тому женую службу. Это песня, да. Да. Просто у нас, если человек захочет, у нас будет порядок в стране. Просто это никому не нужно. И что самое страшное? Людей наших всех считают за идиотов. Они думают, что люди не понимают, как они зарабатывают деньги, там распилывают эти стройки все олимпийские. Как Москва сейчас стоит в стройках, в этих мостах, где не пройдешь ничто. Ну, просто... Вопрос-то ваш какой? Вопрос в том заключается, когда будет политическое желание у людей, чтобы что-то воспоминялось в лучшую сторону. Когда это проснется. Я вот лично полагаю, не знаю, как Дмитрий Евгеньевич, я полагаю, что и случится, когда-нибудь будет 30-40. Тогда придется что-то менять, придется что-то делать. А вы как считаете, Дмитрий Евгеньевич? Понимаете, если не будет роста, в самом высоком смысле этого слова, общекультурного уровня населения, большинства населения, мы можем получить негативную социальную активность. Я согласен с тем, без социальной активности никаких подвижек не будет. Власть, придержащая в любом строе, не заинтересована в подвижках, особенно радикальных, при любом строе, хоть здесь, хоть там. Поэтому нужно гражданское общество. Но гражданское общество, позитивная социальная активность, это роскультура. А что значит негативная? Ваше понимание. А это тот самый русский бунт, бессмысленный, беспощадный. И 90-е годы, вот это была негативная социальная активность. Отрицание. Виноваты в этом мы сами. Так же, как и в 17-м году. Голое отрицание. Но виновата в этом была та власть, которая довела народ до этого. Поэтому надежда на рост общей культуры, это уже за пределами экономики. В том числе, я надеюсь, что... Вот смотрю на своих студентов и тоже заряжаюсь у них оптимизмом. Вы знаете, я смотрю на своих третьекурсников и заряжаюсь неким оптимизмом. Может быть, поэтому я и согласился в дополнение к тем нагрузкам заведовать кафедрой, встречаться со студентами. Есть умные, интересные ребята и, по-моему, очень правильно мыслящие. А выросшие совсем в другой системе. А откуда у них этот оптимизм? Не знаю. Они приходят ко мне на третьем курсе. Может быть, мои коллеги на первом-втором вкладывают им нужные знания. Со школы вообще-то надо начинать. Ну, вообще-то, насколько я понимаю, у нас делается все, чтобы убить образование. Почему-то. Понимаете, очень многое зависит от тех, кто непосредственно организует этот процесс. Скажем, ну, я достаточно независимый человек, поэтому меня никто в поликолимаже не заподозрит. Я хочу сказать, вот финансовому университету, ну, повезло с ректором. Повезло с ректором. Я знаю другие такие же. Я знаю, я могу привести государственные вузы, которые вот в эти девяностые годы сумели сделать мощный рывок. И ребята там интересные. Другой вопрос, их островки в море. Но они же выпускают людей. Вот я сторонник эволюции. В широком смысле этого. Время, только нужно еще время. А если у нас время? Ну, будем надеяться, что у нас есть время. И, скажем так, будем надеяться на то, что пессимистические прогнозы не исполнятся. Я всегда симпатизировал той мыши, которая в этом безнадежном бидоне с молоком все-таки боролась до конца. Я из этого поколения. Я так воспитан. Я тоже, но хотелось бы, чтобы молока было чуть меньше в этом бидоне. Ну что, спасибо вам огромное. С нами был Дмитрий Евгеньевич Сорокин, первый зам. директора Института экономики РАН.